Итак, мы с вами в книге Деяний, 27 главе, в первом стихе. Откроем первый стих. Мы можем сказать несколько вещей по поводу этой главы. Во-первых, эта глава посвящена путешествию Павла в Рим. Это детализированные подробные сообщения о том, как плыли на корабле с востока на запад. Плыть в этом направлении с востока на запад в Средиземном море трудно, потому что обычно ветра дуют с запада на восток. И если вы ходите под парусом, то, как моряк, вы понимаете, что это трудно идти против, и поэтому нужно идти дигзагообразно. Итак, чтобы поймать ветер хотя бы чуть-чуть в том направлении, нужно отправляться. Сначала на северо-запад, затем поворачивать на северо-юг и таким образом зигзагом продвигаться к цели. И эта история в 27 главе Деяний имеет много подробностей о плавании по морю в то время, когда и острова использовались для того, чтобы укрыться от шторма, от ветра, потом переждать погоду, продвинуться дальше и снова укрыться. Также в эти времена были шторма в различной буре. Они потерпели кораблекрушение. И вот это подробное описание, и вопрос такой поднимается. А почему Лука, евангелист, помещает эту историю в книгу Деяний? Один из комментаторов сказал такое. Такое было объяснение точно так же, как Иисус, путешествуя со своими учениками в Иерусалим, рассказывал о том, что произойдет некая трагедия. Но Иисус, несмотря на это событие, которое ожидало, он был решительно направлен, чтобы идти. И в этой истории Паул идёт в Рома, и есть, как бы, трудности в привлечении Господу в Капитал-сити. И в этой истории встречаются на пути трудности, а всё это ради того, чтобы принести Евангелие в столицу. А другую параллель усматривали с книгой Ионы, где Иона прошёл через определённые трудности, выжил и проповедовал. Так же и Павел прошёл через трудности, выжил и проповедовал. А ещё одно мнение было, что Бог защищал и укрывал Павла в его служении в этих бедах. И о том, что Евангелие будет иметь трудный путь своего вхождения в Рим. Ещё одно мнение было такое, что Евангелист Лука хотел показать искусство руководства Павла. И это реальное, настоящее руководство, оно происходило, что в критические времена Дух Святой через Него действовал и таким образом руководил событиями. Мне нравятся все эти комментарии. И возможно нам нужно посмотреть на свои жизни таким образом, так же. Я могу и не иметь официально признанной позиции авторитетности, но Дух Святой, который действует во мне, Он может это сделать. И в любой ситуации проявится это всё. И это обозначает, что Бог может нас использовать момент за моментом, проявляя инициативу Духом Святым и давая мудрость. В книге Экклезиаста есть притча о бедном мудром человеке. Он бедный, он маленький, но он мудрый. И в этой истории тоже апостол Павел бедный, маленький, но на самом деле он мудрый. И это всё потому, что он заключённый. И в этой истории, когда потерпел корабль, кораблекрушение, то воины решили, что лучше, наверное, будет всех узников уничтожиться. Потому что по римскому закону было следующее. Если заключённый убегает на свободу, то тот воин, который был наделён властью присматривать за ним, должен быть казнён. Так что для того, чтобы спасти свои собственные жизни, воины захотели убить всех заключённых. И руководитель этих воинов, сотник, так как он имел благорасположение к Павлу, захотел спасти Павла и приказал, чтобы не делали этого преступления. И мы таким образом видим, что этот бедный, человек, заключённый, заключённый Павел, и он мудрый, благодаря тому, что он проявлял мудрость эту, ему удалось спасти всех этих заключённых. И у нас также должна быть эта власть проявлять инициативу. Не всегда мы это имеем. Иногда мы бываем в реакционном настроении, и тогда мы похожи на заключённых. И мы тогда успокаиваемся или же молчим, ведём себя таким образом. Такое происходит с нами. И вполне возможно, такое происходило и с Павлом частично в этом путешествии. Потому что в своих посланиях он пишет об этом, и о страхе, и о беспокоенности, и иногда это его тревожило. Он был такой же человек, как и мы. Но он также был исполнен Духом Святым. И в этой истории к нему явился ангел Божий и сказал ему, что всё будет в порядке. Давайте посмотрим на этот стих. 27 глава, 20 стих. Но, как многие дни, не видно было ни солнца, ни звёзд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению. И как долго не ели, то Павел, встав посреди, сказал, мужи, надлежало послушаться меня и не отходить открыто, чем и избежали бы этих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь. Это был достаточно большой корабль, на котором находилось много груза и также 276 человек. Так в историях Иосифа Флавия приводится то, что он вспоминает, он находился на кораблях, на которых бывало и по 600 человек. 600 человек – это очень большой корабль. Итак, ангел сказал, 24 стих, «Не бойся, Павел, тебе должно предстать перед Кесарем». So that even though Paul is in a hurricane and there's a lot of discouragement and fear, and when this goes on for days and days, you could easily get discouraged. But the angel said, «No, you have to go before Caesar in Rome, so that will happen». Посмотрите, какая картина. Много дней, ни солнца, ни звезд, еды мало, почти закончилось. Беда самая настоящая. И это испытывают все люди, включая и самого апостола Павла. И перед ним появляется ангел Божий, который его ободряет. И ситуация меняется, потому что в этой среде беды появляется ободрение. Ангел продолжает и говорит, «Бог даровал тебе всех плывущих с тобою». Это очень глубокое и наполненное провозглашение, которое говорится Павлу, что Бог в руководстве всей этой ситуации, и вот эти люди теперь также принадлежат тому, чтобы Павел их покрывал. Потому что как fundo, как будто, Рома, священник, и Рома, эти люди, сеть, и Рома, и Рома, и Рома, сеть, и Рома, и политиков, и Рома, и Рома, сеть, Интересно, с точки зрения видимой, за все заплачено было Римом, и за корабль, и за перевоз, и так далее, уход за заключенными. Но вот наступила критическая ситуация, и мы видим, кто в действительности охраняет этих людей – Бог. Что же это означает? У Павла есть люди, и у него, у Павла, имеется и власть над их сердцами. И мы могли бы сказать, у него есть служение для них. И в действительности Бог использует Павла для того, чтобы спасти их жизни. И вполне возможно, спасти их души. Двадцать пятый стих. Поэтому ободритесь, мужи. Вот эта фраза «ободритесь» используется три раза в Новом Завете. То есть, сохраняйте свою смелость. Пускай у вас будут хорошее настроение и чувства. Пускай у вас будет действительно настроение хорошее. И Павел отвечает и говорит, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Нам должно быть выброшенными на какой-нибудь остров. И вот здесь мы с вами можем завершить. Ободряться. Мы выживем. Но мы будем выброшены на какой-то остров. Очень интересная комбинация вещей. Ободритесь. Мы выживем. Но будем находиться в бедноте. Или же будьте бодрыми, смелее. Но пробудем в больнице еще пару недель. Будьте ободрены. Но потеряем свою работу. И это такое очень интересное сочленение. Внутренний настрой. Ободритесь. Хотя вы будете, по-видимому, в тяжелой ситуации. Но когда у нас есть хорошее отношение, если у нас хорошая проповедь, если мы ходим с вами в истине, то мы можем оказаться на острове. Аминь. Аминь. Спасибо, пастор. Субтитры немного. Продолжение следует...